Музыка Нашу библиотеку охотно посещают и взрослые, и дети. У нас тут все как-то по-домашнему. А чтобы читатель себя чувствовал уютно и комфортно, мы не только находим необходимую информацию, но и стараемся как-то разнообразить его досуг. Поэтому каждый месяц для читателей своих устраиваем встречи с известными и интересными людьми города. В разное время у нас побывали писатели, художники, поэты, историки. Читателям, конечно, нравятся такие встречи. Что они им дают? Здесь они имеют возможность принять участие в мастер-классах, услышать живое слово автора, найти себе друзей, единомышленников, ну и вообще с пользой дела провести свое время. В этот раз уютный библиотечный зал был наполнен звучанием гитары. Гродницы слушали и оценивали выступления юных выпускниц музыкального колледжа. Для Ангелины и Анастасии это стало своеобразной репетицией. Такую же музыкальную программу девушкам вскоре предстоит сыграть на экзамене. Выступать на публике это очень интересно, потому что нужно прочувствовать вот это вот волнение. И это очень приятное ощущение на самом деле, это приятное волнение. За игрой Ангелины и Анастасии внимательно следил их преподаватель Владимир Захаров. В этом году его педагогический стаж перешагнет 40-летний рубеж. Колоссальный опыт преподавания и десятки лет игры на гитаре помогли Владимиру Захарову создать идеальный музыкальный дуэт. Гости библиотеки смогли в этом убедиться. Преподаватель для меня он является всем. Он преподаватель, друг, родственник, это все, он во всем помогает. И как-то наталкивает заниматься и помогает развиваться. Научить играть и любить музыку, это очень важно. Это самые главные вещи, которые каждому педагогу должны быть под силой. Ну и еще, конечно, любить искусства в целом. Литературу, поэзию, живопись, оно все как-то так ветви одного дерева. Девушки играют вместе уже два года, а за это время они стали настоящими подругами. Понимание с полуслова и общие музыкальные вкусы. Вот секрет успеха их совместной работы. Аргентинская мелодия, наша любимая. Почему? Мы любим разыгрываться на ней, она очень заводит. Без поэзии библиотеку представить сложно. Музыкальный вечер украсили стихи Александра Слащева и Владимира Захарова. Ищет уголок покоя бабочка душа. Над огнем она летала, крылья обожгла. Прячется теперь от света. Так и человек, страсти гибельные отдавшись, доживает век. Что бы ты о ней, мой друг, не думал, нежность, робость – это пелена. Постоянно помни, что тайфунам женские даются имена. Спасибо! Вечера искусства в библиотеке номер два обязательно продолжится. Так в конце июня жители нашего города смогут побывать на презентации книги Юрия Венедиктова «Белые вороны». Субтитры создавал DimaTorzok